продолжаю свое видео о расхламлении моем рукодельном уголке уверяю вас что это только начало я конечно отступаю от правил книги чтобы собрать все 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 и тогда вы просто можете видеть что у вас есть и что он действительно нужно сегодня я просто хотела хотя бы разгруппировать то что у меня есть но не буду вам показывать как у меня что устроилась на данный момент мне вообще еще этим заниматься и заниматься мне кажется не конца и крайне видать вначале я очень удивилась кстати когда в книге прочитала что вот сам путь очищения и магической уборки в квартире обычно занимает полгода я думаю если ты вывалил все по категориям мари предлагает начать с одежды потом перейти на книги потом как она называет это не знаю как правильно поставить ударение ладно не буду коверкать японский язык перейти к мелочам и самую последнюю очередь перейти к личным вещам рукоделия я тоже читаю достаточно личные вещи где очень трудно от чего-то отказаться когда ты смотришь ты должен тебя спросить приносит ли тебе вещи это радость для того чтобы понять нужна она тебе нужно ли ее оставить рядом с собой или нет вот ну я как бы прошла уже путь одежды начала путь книг но книг у меня бесконечное количество и бумажек бесконечное количество но преподавателя вообще нельзя представить без бумажек я столько ксероксного материала выношу чтобы просто себе представить не можете то есть вчера это было четыре больших пакета сегодня еще собрала столько же или больше даже чисто бумажных всевозможных накоплений своих так как сейчас все переходит в электронное в электронное хранение я думаю что от этого можно вполне избавиться запускаю я пространство свой дом свое жилище в свое окружение сегодня просто решила поскольку сегодня нет никого дома муж уехал на дачу а сын куда-то на стейшн отправился и я совершенно одна дома вы только соседи музыкой долбят но я думаю что они нам не мешают я кричу стараюсь перекричать их надеюсь меня слышнее вот я все-таки решила начать свой рукодельный уголок потому что здесь то конечно разборка потребуется очень и очень тщательно и сегодня покажу что я собираюсь от чего я собираюсь освободиться но перед тем как показать и чего собираюсь освободиться я вам покажу просто работы вот я храню это вот о том что что мы не можем выбросить из своей жизни мне кажется вот эти две работы я никогда не смогу выбросить это мой ребенок нарисовал но я не знаю может быть ему лет пять было я до сих пор жалею что мы не отдали его в художественную школу я думаю стоило это сделать ну вот жизнь так устроена что потом жалеешь о том чего никогда нельзя изменить но я просто настолько поражена как он это нарисовал то есть у него он не срисовывал это его была собственная фантазия я помню себя и рисовала все очень однотипно то есть если у меня коты то они все были похожи один на другого если у меня собаки то все похожи на одну одна на другую а здесь у него два кота ну как моем представлении папа и мама папа в такой бабочки супер бабочки в шляпе какой-то совершенно мне почему-то кажется китайской и мама такая вся из себя хорошенько и что мне нравится что у него нет повторений глаза у котов абсолютно разные даже вот разные разные формы разного разных силе что ли да нос и абсолютно разные губы разные то есть но вот куда ни глянь настолько творчество проявлялась где я была и куда я смотрела до сих пор понять не могу но теперь эти картинки просто-напросто храню храню как память о том что вот мой ребенок мог когда он только родился я надеюсь что может быть когда-то какие-то таланты он еще сможет развить себе развить показала просто потому что вот эти рамки у меня лежали в общей куче сейчас их положу туда куда определила им место и еще нашла кое-что что я отвезу на дачу возможно я об этом уже говорила просто сейчас не помню так как теги записывались разные но я честно говоря не помню вот говорила в тегах или нет это салфеточка просто такие старые вещи обнаружились вот эта салфеточка которую вышивала моя подруга школьная подруга еще в школьные годы и вот она мне досталась я ее храню она медстал с подарок от нее я ее храню на уроках труда нас учили делать вот эти мережки паучки в уголках и вот она вышивала такую розу она вышивала розу мне кажется она вышивала это по наитию не пользуясь никакими схемами не пользуясь естественно никакими определенными подборами цветов вот наверное какие цвета были те цвета она и использовала и со школьных времен вот осталась моя проба пера здесь тоже самое такая мешковина и проба мережек мережек вот мережки паучки и так далее даже разными нитками вот я просто обратил внимание не знаю конечно мари говорит о том что все эти вещи нас как бы тянут и загружают мы должны быть благодарны им только за то что они нас уже сделали такими какими мы сейчас какими мы сейчас являемся что этого достаточно что необязательно и храни для того чтобы помнить об этом но вот пока эти вещи я не куда не деваю я их перевожу на дачу и нашлась у меня еще такая салфеточка которую я обшивала катушечными нитками хотела еще здесь что-то гладью вышить потому что раньше я пробовала гладь были у меня салфетки гладью которые которые я выбросила потому что они от стирки там такие нитки какие-то были ну естественно не мулины и они полиняли жутко вот их я не стала хранить я их выбросила эту салфеточку которую я обвязывала катушечными нитками это очень-очень тонкая катушечная нить конечно вместо пышности вот этой оборки получилась такая ажурность оборки вот эти салфеточки у меня поедут на дачу а а теперь я перейду к тем вещам которые если от которых я собираюсь избавиться возможно возможно кому-то что-то покажется что им пригодится это в своей жизни в своей рукодельной жизни вполне возможно я не так сказать не отрицаю что такая вероятность может возникнуть но я предупреждаю я готова отдать это абсолютно безвозмездно в хорошие руки но я предупреждаю что это может быть только самовывоз если вы можете если вы житель москвы если вы можете подъехать где-то территориально к метро коломенское то вот течение четырех максимум пяти дней еще я думаю что эти вещи я смогу как-то подержать но потом мне приходит мне придется все-таки все вынести потому что у меня размусоривание идет в самом разгаре и все это естественно мешает нужно выносить и выносить итак перейдем к тому от чего я избавляюсь то что мне не нужно то что мне не приносит радость во первых это вот такой кусок канве гамма конечно он уже старый он уже где-то может быть даже и запятнанный мне кажется это вот мой первый первейший прогон мне нравилась такая дамочка в стиле элегантного века вот я здесь начала волосы может быть слава богу что я не закончила потому что судя потому что что и белый фон должен вышиваться белыми нитками это было застрелись работа не для слабонервных все это я нашла на просторах интернета схемку закупала для нее нитки естественно я это не буду абсолютно ничего с этим делать не не буду я распарывать здесь канва наверное 18 каунта как я сейчас или 16 ну вот определить сейчас на глаз не могу достаточно мелкой не 14 это точно к этому проекту были куплены нитки гамма помните у оксаны соли был такой вопрос что вы будете делать если вам предложат пакет бабушкиных ниток вот это мой случай вот пакет ниток гамма которые я видать прикупала к этому проекту потому что здесь сохранилась даже такая палеточка на бумаге где я записывала номера я думаю что цветовой гамме это как раз сюда к этому относится вот если вам нужны нитки гамма вот в таком состоянии купленные когда же они куплены но купленные лет 18 назад да купленные лет 18 назад как минимум 17-18 назад то вот пожалуйста далее в те же махровые годы когда я покупала наборы в переходе в переходах метро такие были палаточки часто продавали Риолисовские только наборы ну и еще какие-то вот мне понравились подсолнухи в то время это набор который должен был в итоге получиться 17 на 18 сантиметров ну где-то так все это выпущено было ООО Астра Сергеев Посад и дизайн этикетки студия ВДВ дизайн все больше никаких опознавательных опознавательных значков нет сказано что здесь просто канва нитки мулине 14 цветов цветная схема для вышивания и все как-то этот набор у меня не очень пошел может быть я даже его показывала честно говоря сейчас не помню схема здесь вот в таком виде мне очень понравились эти подсолнухи они пышные их много они создают настроение если бы они получались как на картинке то возможно я бы эту работу и завершила вот здесь вот так вот нитки прилагались в таком виде но вот сейчас уже в таком состоянии вот так вот я расчерчивала канву здесь по моему карандаш который служит для расчерчивания ткани для шитья потом я сделала какую-то ошибку сейчас честно говоря не вспомнила здесь сверху стала распарывать для того чтобы переделать и замучилась с распарыванием то есть это просто вот мама не горюй стала вышивать уже сам горшок поняла что мне не нравится как получается горшок с картинкой разница огромная то есть он здесь какой-то темный блики очень светлые здесь хотя бы понятно да что блики солнца ну слегка короче я разочаровалась настолько в этой работе что я ее просто-напросто отложила забросила а сейчас уже собираюсь от нее избавиться вот я не знаю в принципе вот этот кусочек наверное можно выбросить останется только схема и останутся нитки вот если кому-то нужно и кто-то может это вывести самостоятельно потому что с пересылкой я заморачиваться не буду вот пожалуйста такие подсолнухи следующий набор был куплен мной от фирмы PIN это какая-то азиатская фирма набор называется свадьба здесь конечно обозначение в основном на английском языке сейчас найду схему схема в таком виде раскрывается 4 листа А4 значит здесь вышивка предусматривается в 2 нити и вот с такими драконами наверное для любителей китайского стиля очень подходит на самом деле я покупала этот набор и даже стала работать над ним сейчас покажу что у меня было вышито вот этот кусочек у меня был вышит здесь такая темно-темная темно-красного цвета канва и самый центр я уже практически отшила мне вначале не понравилось что мне показалось большие просветы нет такой плотной плотной зашивки в крестиках ну может быть даже я и дошила бы этот дизайн но просто человек которому я вышивала этот дизайн наши пути в жизни разошлись и я небольшая любительница китайских дизайнов я просто не представляю для чего и куда и в какой интерьер это все можно применить лично лично у меня вот но я знаю что многие любят китайские дизайны вот здесь вот на палеточке прикреплены ниточки кроме того еще вложены недостающие ну то есть те которые сюда не поместились так что вот пожалуйста к самовывозу я предлагаю еще и такой набор от фирмы PIN с драконами очень симпатичные драконы кстати может быть жалко что я китайской культурой не очень увлекаюсь может это вообще не китайская культура может это японская ну вы меня поправить если я конечно ошибаюсь так это еще один наборчик далее последний наборчик очень очень полезно оказалось заниматься расхламлением потому что я нашла то у меня есть такая привычка как бы класть вещи в разные места если бы у меня что-то лежало все время в одном месте вот я пытаюсь прийти к этому стараюсь прийти к этому используя метод конмари тогда мне хотя бы будет понятно что же у меня все таки есть какие объемы какими объемами я вообще обладаю вот случайно среди бумаг совершенно не среди вышивки а среди бумаг ксероксных в папке которая у меня стоит на столе это сказать бумаги которые мне нужны вот в первую очередь я нашла пакет с вот этим набором этот набор от фирмы на страмини на страмини в результате которого нужно было вышить браслет с орнаментом пейсли мне очень нравились мне вернее не всегда нравились браслеты но я как-то в молодости более-менее их носила сейчас я не ношу браслеты но мне очень нравится вот этот рисунок и этот орнамент и естественно когда я закупала всякие наборы тому набору тоже достаточное количество лет вот я начала отшивать на страмини сам браслет ну отшивала как могла конечно здесь вышивается швом гобелен или полукрест он далек от идеала в моем исполнении в данном дизайне ну сейчас бы я может быть вышивала бы и поаккуратней вот но я поняла что он мне не нужен абсолютно мне не нужен потому что я не собираюсь его носить не собираюсь его дарить не собираюсь ничего с ним делать здесь еще прилагалась такая лента для изнаночной стороны кроме того бисер бисер есть в работе и пуговка пуговка в качестве застежки этого браслета бисер тоже красивый такого голубого оттенка здесь есть в наборе такая как бы ознакомительная что ли схема и показано где каким цветом можно вышить и остатки ниток ну там осталось по-моему вышить буквально несколько этих полукрестиков только по-моему вот этим белым цветом и все а дальше уже работа с бисером и с оформлением этого браслета на этой стороне показано как его нужно сделать правильно вот так что если вы готовы самовывести вывести и если вам нужен такой браслет то пожалуйста пишите мне в личные сообщения это то что касается наборов далее я решила что мне не нужна вот эта лупа которая тоже была куплена сто лет назад вот эта лупа которая упирается в от фирмы Хемлайн кстати вот сейчас только нашла название фирмы почему она мне не нужна потому что я купила лампы с лупами и у меня есть лупа очки для хорошего приближения который одевается на голову в виде повязки вот и такая лупа мне абсолютно не нужна вот если вдруг вам нужна то пожалуйста еще я освобождаюсь от такого контейнера для бисера я вышивала икону бисерную покупала два контейнера для бисера мне показалось что они будут удобными но здесь вот эти перегородки снимающиеся и даже когда ты не снимаешь эти перегородки бисер все равно может перескакивать из одной ячейки в другую я не знаю может быть эту коробочку можно применить не только для бисера ну и для чего нибудь еще вот например у меня сейчас там лежит он просто там затесался каким-то образом нитевдеватель вот может быть какую-то мелочевку разложить в эти коробочки кто-то решит таким образом но закрывается она неплохо закрывается хорошо кроме того я освобождаюсь от своих старых пластиковых пялец это мои самые самые первые пяльцы не буду вспоминать сколько им лет других раньше вообще и не было вот эти мои самые первые они конечно канву держат ну как любые пластиковые пяльцы наверное особым не отличаются каким-то усердием да и в то же время может быть и изяществом особым не отличается я их честно говоря хотела выбросить еще какое-то время назад но потом подумала а вдруг я оформлю очень красиво я увидела как оформляют вышивки прямо в пяльцы и вешают на стены то есть пяльцы рамы но так как это все-таки не пяльцы рамы и придется например придумывать подвес для них в общем я решила что эти меня пяльцы не радуют и я вполне могу от них избавиться узнаете я оказалась тоже жертвой каких-то своих представлений неправильных это доска для схемы от пака с креплением схемы на магнитах и с вот вот этим нет здесь увеличение нет да здесь увеличение нет и с таким крестиком для того чтобы следить за вышивкой более неудобная вещь я вообще в своей жизни не встречала и я думаю что большинство из вас считают так же ну мало ли вдруг кто-то нашел применение этим вещам далее так сейчас немножечко отодвину камеру чтобы было виднее чтобы захватить побольше так как я уже демонстрировала и рассказывала что у меня появился станок аманик и я тот держатель для рам который у меня был у меня был такой держатель для рам вернем не держатель на подставка для рам держатель подставка рамы к нему не крепились а просто клались сверху на перекладины и таким образом держались и кроме того такая вот кресельная такой кресельный держать у меня был то есть вот садишься на эту пяточку нужно было садиться и ногой на эту пяточку сюда крепишь рамочку пяльцы и вышиваешь надо сказать что не очень удобная вещь как мне как на мой взгляд так как здесь приходилось ну либо я пыталась просто вставить сюда кустам и которые скользкие и круглые и пластмассовые а возможно что пяльцы и рамочка держалась бы неплохо вот эта вещь у меня простояла на шкафу достаточное время я подумала что несмотря на то что она то хорошая она вещь вполне рабочая ничем не испорченная но вряд ли мне пригодится и куда-то ее перевозить мне тоже нет никакого смысла вот от нее я тоже избавляюсь далее я посчитала что мне не нужно больше вот эта рукодельная шкатулка из ткани она тоже провела достаточное время на шкафу поэтому на скажем так достаточно пыльная несмотря на то что я пытаюсь значит все это избавиться от пыли возможно и поэтому так сказать я решила что мне нет смысла в ней ничего хранить у меня сейчас много разных других коробок для хранения которые неудобные которые я могу использовать его дополнительные какие-то коробки от тех которые мне уже не приносят радость скажем так я пытаюсь избавиться значит эта корзиночка кстати я была очень удивлена вот сейчас просто вспомнила когда я ее достала сверху со шкафчика я нашла столько там полезных вещей во первых там лежал и бисер от нескольких наборов во вторых там лежали ниточки от кота джаспера я недавно буквально сетовала что смогу найти ниточки и все и джаспер вряд ли будет закончен однако ура ниточки нашлись что джаспер тоже будет закончен но коробочка мне больше не нужно вот если вам нравится если вдруг вам пригодится и вы ее сама вывозить и сама вывезите запуталась прям с этим словом то пожалуйста и самое самое последнее приходится дотягиваться как там интернет-магазине покупала держатели у меня есть несколько держателей которые я оставила а эти держатели от этих держателей я освобождаюсь жалко конечно что это был интернет-магазин поэтому на картинке не всегда поймешь что это значит это держатель вот таком виде я думаю что это какая-то китайская вещица покажу поближе что было понятно вот из возможно папье-маше сделаны фрукты в данном случае это лимончики здесь такие пластиковые ягодки листочки и сам держатель сам держатель где-то сантиметров сейчас я на взгляд определю сантиметров ну наверное под 30 может быть 35 вот как то так вот это второй лимончик сюда крепится вот я сегодня держала его в руках спрашивала себя пригодится ли мне он приносит ли он мне радость но так как у меня еще подобные есть то я решила что он мне не нужен предлагающий такой же держатель и такого же типа держатель мы уже с яблочками вот один в один здесь совершенно все одинаковое только вместо лимончиков предполагает предполагались яблочки вот такие яблочки два яблочка к сожалению вот лимончики можно еще закрепить на такие вот штучки вот яблочки же однако девственно чистый без всяких дырочек я вообще не представляю как их крепить я думаю что это какой-то возможно брак ну если только найти проволоку начинать продевать ее наверное самостоятельно по цвету яблочки красивые ничего не хочу сказать но я поняла что с меня хватит и тех держателей которые у меня остались сейчас окидываю взглядом что у меня тут еще лежит ничего ли я не забыла пожалуй ничего так что я повторюсь если вдруг вам что-то приглянулась или если вдруг вы посчитали что все-таки вам это нужно и вы можете это забрать самовывозом то я с удовольствием вам отдам пишите сообщение личные сообщения и и мы с вами разберемся на этом я заканчиваю свое начало разборки всем желаю прекрасного рукодельного и разбирательного настроения в данном случае всем до новых встреч пока а